ВИДНЫЕ ТВ Видновчане любят Инстаграм и публикуют там немалое количество постов. Сегодня мы решили покопаться только в декабрьских. Открыв публикации по хэштегу «Видное» и по геолокации нашего любимого города, мы с трудом пробрались сквозь чистокол разноцветных ногтей. Как сквозь лесной валежник протиснулись среди бровей и ресниц и даже столкнулись с колдовством в виде заряженных на замужество кукол. И что же мы видим? У нас на районе люди либо на вокале, либо на спорте, как Еленка-13. Кстати, почему «на» один из любимых предлогов видновчан? Пока это загадка. Но вернемся к зиме, к видной зиме. Как правильно заметила пользователь с ником промотка, у каждого уважающего себя видновчанина должна быть такая фотография. Затем каждый должен отметиться у светящихся арок. Но называют их все по-разному. Молкова ЕС решила, что это лабиринт времени. Шагнув в него, можно сразу попасть в 2018. Интересно, какое у них сейчас там число? А вот Нэнси Канн уверена, что это дорога в сказку. Скорее всего, потому что, проходя под ними, она увидела там пару чудесных персонажей. Например, таких, как Баб Мороз и Снегур, которых успела запечатлеть и Ятатка-71. А расплодились они с различных корпоративов, про которые нам рассказывает Ириска Парфенова. А вот из еще одного аккаунта на нас смотрят не менее экстравагантная Снегурочка. Или Снегур. Да, весело у нас в районе. Ой, то есть на районе. А вообще в городе новогодняя суета, что ярко демонстрирует пост от Яны Видное. Как только не коротают последние предновогодние деньки горожане, кто-то выращивает криптовалюты, а некоторые занялись новогодними елками. Софи Лукс мастерила елку из воздушных шаров. А они, босс 0803 и сотоварищи, соорудили елку из авто. Не Юлия решила нарядить сразу две елки, видимо, чтобы подарков было больше. Игрушки тоже у всех разные. От деревянных звезд до стеклянных шаров с ручной росписью с изображением Георгиевского храма. Но если у вас дома нет елки, не стоит отчаиваться. Видным их множество. Особенно красива та, что у кинотеатра «Искра». Все ее расхваливают, а вот Барашкин Александр решил примерить ее на ладони. Но утащить не смог. Позаботились люди и о подарках. Написали письма Деду Морозу. Понятные такие, душевные. Отправили эти письма на почту Деда Мороза и стали ждать подарков. А особо нетерпеливые, как Марина К. 21.11. Решили вскрыть общий подарок, поставленный исключительно в декоративных целях. Город живет в ожидании Нового года, символом которого станет собака. Милые котики обеспокоены и прячутся с глаз долой. Ведь собаки объявили звездные войны. В квартирах стали появляться новые члены семьи. Их ждет прекрасное будущее. Ведь у нас живут самые счастливые собаки. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. И чтобы отметить его достойно, надо обязательно хоть раз, но прорепетировать. Ура! С наступающим, товарищи!